Так, а мы переходим к оценке следующей речи. Это был... Вторым у нас выступал Владимир Удалов. Его оценщик Александр Щербаков. Владимир. Ну, я начну сразу же по делу, чтобы... Итак. Итак, вышел на сцену естественно. Была шутка про то, что можно видео адмонтировать специально для жены. Темп голоса был неторопливый. Мне показалось... Там был один момент, но я потом попозже скажу. Вообще слышал... Голос у тебя прекрасный. То есть слышал хорошо. Так. Структура очень хороша. Речи. То есть началось с определения феминизма. Потом четыре волны 20-60-90-х. И последняя бодипозитивизм и так далее. Вот тут мне хватало возможных кадров. То есть визуального сопровождения, презентации какой-то, чтобы помочь ассоциировать ту или иную волну с какими-то вещами, о которых ты говорил. То есть там, допустим, 20-е, второе вознесло, чтобы дети в школу. Женщины обучались и работали, а там... Ну и так далее, короче говоря. Шутки, естественно, сближали аудиторию и тебя. Теперь какие моменты можно обратить внимание с точки зрения улучшения? Значит, лексика бывает иностранная, но для меня лично не очень понятна. Фиен-повестка, я так просто потом понял приблизительно, я так правильно говорю? Фиен-повестка. А, фиен-повестка. Да. Харазм это что-тое. Харазм? А, да. Помогательство. Я не знал про что-то. Я не знал про что-то. Вот. Значит, ты вот говорил, что дал определение феминизма, ты сказал, что кто его дал? Мэри Косфер. А потом ты говоришь, ну мы же все знаете, что это такое феминизм. Нет, почему мы не знаем. То есть, раз ты дал определение, хорошо, и говори его так, что... Не уповай на то, что мы все ведущие. Ты сказал про 60-ю волну, что там нельзя было давать заявление в милицию, если случилось насильников в этой семье. То есть, так сомневаясь сказал, то есть, если ты уже следуешь, если этот факт действительно есть, то и говори его, или не говори вообще. И последний момент. Значит, сказал про то, что подругу с ножом напали. В лифте, естественно, хочется вообще понять, что там случилось, зачем закончилось. И потом очень лично рассказывал. В этот момент ты потерял какую-то уверенность, потому что трудно относиться, возможно, спокойно к тому, что произошло. Ну и, значит, темп речи у тебя только на шутках, когда ты очень шутил, 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 очень быстро говорил. Я, допустим, что-то там не понял, но аудитории смеялись. Хорошо. И последнее было, окончание было хорошее. А к какой волне относитесь вы? Речи, то вопрос сразу же. Интересно с вами действительно. Волне я отношусь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр. Вообще, так много найти минусов у Владимира. Это тоже дорогого стоит, потому что я сидела, и у меня их гораздо меньше. Александр, вам честь и хвала. Владимир, лично от меня у тебя очень хорошая фактура. Ты выходишь, и внимание зала уже к тебе приковано просто. При этом ты умеешь делать то, что умеют делать очень немногие люди. Ты умеешь шутить, при этом не смеяться, но похочут все. Тебе не хватает небольшой уверенности. У тебя есть все для этого. Расправь в плечи, представь, что ты король, и больше вообще никого нет. Вот именно на этой сцене. У тебя есть только зрительный зал. Он твой. Так завоевывай бы его прямо вот до конца. Мои рекомендации тебе – это зрительный контакт. У тебя очень активные глаза и брови. Вот постарайся меньше активности им давать, а больше смотреть в глаза. Вот смотри на человека до тех пор, пока до него не дойдет, как тебе будет казаться. До тех пор, пока он мне начнет моргать, у него мурашки не пойдут. Вот как на меня сейчас, да? Вот как я на тебя сейчас. Я на многих уже посмотрела так. Вот этого не бойся. Хорошо, спасибо. В остальном все замечательно. Хорошо, спасибо.